Сегодня очередной выпуск самых актуальных и чрезвычайных новостей о антикоррупционном комитете и его работе за последнюю неделю. Лечащие врачи Института Склифосовского назвали состояние здоровья известного актера Максима Дрозда критическим. Две недели назад 56-летний артист и член антикоррупционного комитета при проверке ночных клубов в городе Тольятти получил тяжелейшие ранения. Максим Георгиевич вышел из коматозного состояния, но на данный момент находится в реанимации. Сотрудники антикоррупционного комитета Никиты Михалкова в городах Санкт-Петербурге и Самаре арестовали четыре подпольные незаконные киностудии, которые занимались пересъемками ремейков на легендарные советские фильмы, такие как «Ирония судьбы с легким паром», «Место встречи изменить нельзя» и многие другие. Все подпольные киносъемки были уничтожены, а сотрудники киностудии арестованы. У известной певицы Жасмин в Москве на улице Тверской были арестованы и конфискованы четыре двухуровневые квартиры Пенхауса за неуплату налогов и коммунальных услуг в течение длительного времени почти десяти лет. Половина этих квартир принадлежит супругу певицы Жасмин, которая на данный момент находится в международном розыске. Колоссальный криминальный скандал в замке Максима Галкина и Аллы Пугачевой в деревне Грязи. В течение последних трех дней органы полиции и члены антикоррупционного комитета Евгений Сидихин, Раймонд Паулс и Александр Розенбаум проводят обыски в данном заведении. В результате следственных работ удалось выяснить, что в последние шесть месяцев на территории замка Максима Галкина и Аллы Пугачевой работало ряд незаконных предприятий. Подпольное игровое казино, массажные салоны и другие незаконные бизнес-центры, которые работали с грубым нарушением и без согласования с российскими властями. Чрезвычайность данной ситуации вызвана тем фактом, что официально замок Галкина и Пугачевой был национализирован и арестован еще прошлым летом при помощи сотрудников антикоррупционного комитета. На данный момент все бизнес-центры на территории замка закрыты и арестованы, а полиция выясняет имена настоящих владельцев подпольного казино и массажных салонов. Приятная новость о члене комитета и известном артисте Вячеславе Добрынине. Удалось доказать, что свое преступление известный певец совершил в состоянии аффекта. И максимум, что может грозить Вячеславу Григорьевичу, это условное наказание. Напомним, что несколько дней назад Вячеслав Добрынин со своими товарищами из спортивного клуба наказали двух мажоров, которые издевались над молодой внучкой Вячеслава Добрынина. Пресс-служба антикоррупционного комитета сообщает трагическую новость из города Сочи. Во время антикоррупционной проверки в этом городе в страшное дорожно-транспортное происшествие попал член комитета и известный певец Александр Буйнов. По данным СМИ, в служебной машине, где находился Александр Николаевич, отказали тормоза, и автомобиль Александра Буйнова ушел в кювет на загородной трассе. На данный момент Александр Буйнов находится без сознания. Он был госпитализирован в больницу города Сочи с множественными переломами и черепно-мозговой травмой. Полиция прорабатывает версию о том, что в автомобиль Александра Буйнова могли забраться недоброжелатели, повредить тормоза и создать аварийную ситуацию. Все это могло быть связано с антикоррупционной проверкой в городе Сочи. Еще две печальные новости из мира шоу-бизнеса и культуры. Известная советская и российская актриса Светлана Немоляева оказалась в больнице в тяжелом состоянии после перенесенного сердечного приступа. Светлана Владимировна работает в антикоррупционном комитете один месяц. Заместитель антикоррупционного комитета Александр Домогаров сообщает о резком ухудшении здоровья известного актера Михаила Ефремова, который на данный момент находится в местах лишения свободы. Стало известно, что на данный момент Михаил Олегович проходит медицинское обследование по поводу онкологического заболевания. Сегодня отмечают день рождения известные российские и советские актеры Леонид Каневский, которому исполняется 85 лет, и Михаил Жиголов, который отмечает 82-й день рождения. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий. Субтитры создавал DimaTorzok